Тамбовская область уже в восьмой раз стала местом проведения главных соревнований ЦФО по тэквондо. В этом году разыгрывалось 50 медалей среди 500 сильнейших спортсменов трех возрастных категорий. Формальное упражнение – это комплекс блоков и ударов, соответственно, да, определенный алгоритм должны сделать спортсмены от уровня подготовки. Второе – это поединки, ну, спарринг. И третье – это там спецтехника, то есть это удары ногами в прыжке в высоту. На ваших экранах 16-летний спортсмен из сборной Тамбовской области Роман Анисимов. В 10 лет он пошел по стопам троюродного брата и занялся тэквондо. Сейчас парень приносит многочисленные медали своей команде. Одна из вершин, которую собирается покорить в ближайшее время – чемпионат Европы. А пока еще одна золотая медаль для сборной нашего региона. Победил я со счетом 4-0. Попадал в голову сопернику, также в корпус, с рук в голову. Соперник был непрост. И надо оказывать уважение к любому своему сопернику. Нельзя сказать, что он был плох или хорош. Все спортсмены по-своему хороши. Пока ребята постарше соревнуются в спаррингах, у юниоров только показательные выступления. Одна из участниц первенства – 10-летняя Вика. Занимается тэквондо уже 6 лет. Несмотря на свою юность, за плечами у девочки уже приличная история выступлений. Ну, сначала я очень боялась, а потом увидела свои баллы и перестала бояться. Просто делала во всю силу. Просто вышла, делала во всю силу, не волновалась. То есть движение все проговаривало про себя. И получилось вот. Тэквондо в нашем регионе очень популярный, а самое главное – результативный вид спорта. На протяжении многих лет тамбовские спортсмены регулярно завоевывают медали на чемпионатах Европы и мира. Сегодня в области действует более 15 секций. Работают порядка 30 тренеров и функционирует программа для подготовки дошкольников. В этом году на кону у молодых спортсменов были не только медали и дипломы, но и путевки на первенстве чемпионат России, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Полина Матовникова, Олег Осипов, Александр Кобзарев. Область новостей.